Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас давненько не было грузинских ингалей, подумала я. Как раз в морозилке они были. Решила отварить себе, поесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, семь штук. Огурчик свежий, соус и вода с лимоном. Почитала комментарии под прошлым видео, под вчерашним. Ни хому не понравилась моя прическа. Но на самом деле эта прическа не понравилась даже мне. Так что я на вас ни в коем случае не обижаюсь. Все нормуль. Вы знаете, в детстве... Я заплетала специально косички. Ой, господи, какой острый соус. Сколько перца она добавила, мамочка. В детстве я специально заплетала косички на ночь, на мокрые волосы, чтобы получить такой эффект. Второй день уже я с этой прической, получается, вчера я ее сделала. Я поняла, что после того, как в следующий раз я помою голову, я опять сделаю эту же прическу. Просто сделаю поменьше. То есть буду брать пряди поменьше, и получится объем тоже поменьше. Не то, что прям только прикорневой объем. По всей дне просто пряди побольше. И получится не так пышно. Двоюродный брат уехал. Я каждый день иду к ним домой. Кормлю кошечку. Та, что упала с девятого этажа. Когда я в истории выкладываю, многие ее путают с Твиксом. На самом деле у них просто окраска очень похожая. Но это Сонечка. Она уже идет на поправку. Всем любителям животным хорошая новость. Представляю, как скучно. Ей одной в такой большой квартире. Вы, наверное, спросите, почему я не привожу Сонечку к нам домой. Все очень просто. Во-первых, у нас дома Твикс. И они вообще не ладят. Не то, что мой котик нападает на нее. Наоборот. У меня Твикс вообще с таким характером, что вообще лох-лошара прям. Она постоянно шипит. Такая более агрессивная кошка. Я, кстати, никогда не могла подумать, что, оказывается, у кошек тоже есть характер. Есть более спокойные, есть более агрессивные. Наверное, больше месяца не было грузинских ингали. Очень давно. Сегодня утром сгоняла в супермаркет. Я же решила сама попробовать приготовить роллы. И вы знаете, все так дорого стоит. Если кто знает в Баку, где можно купить эти ингредиенты подешевле, напишите, пожалуйста, мне. Я просто раскинула мозгами. У меня получается в два раза дороже приготовить самой, нежели это купить. Готовые роллы. Вообще, в России рыба, морепродукты, все это гораздо дешевле, чем у нас. Возможно, потому что мы все это импортируем. Хотя у нас есть Каспий. Но в Каспии хрен знает, что есть. Внутри грузинских ингали такой сок. В общем, сходила даже в несколько магазинов. Получилось очень у меня дорого, очень накладно. Даже не знаю, стоит ли готовить или нет. Вы знаете, просто когда я была в деревне, там стояла такая атмосфера просто. Так хотелось сидеть вот прям под деревом. Вот чирикуют птички. Кукушка кукукает. И ты такой кушаешь роллы. Там роллы заказать вообще негде. Вообще не вариант. Единственный вариант взять все ингредиенты с собой и приготовить уже непосредственно там. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто сам готовит роллы. Как вам обходится? Дешевле или дороже? У нас давненько где-то, наверное, полгода назад была ситуация. Мы ехали в такси уже с роллами. С мамой и двоюродным братом. Не с тем двоюродным братом, на которого я работаю, а с другим. И, в общем, так получилось, что роллы мы забыли в такси. Возможно, я вам уже рассказывала эту историю. Если я рассказывала... Слушайте еще раз. Память дырявая. В общем, мы забыли в такси. Звонит мне таксист. Я такая не понимаю, что он мне звонит. И мне что-то некогда было брать трубку. Он мне, наверное, раза пять позвонил и говорит, девушка, ваши роллы остались здесь. И только после того, как он сказал, я вспомнила, ааа, роллы. Действительно роллы. Такой добрый человек смог бы просто взять и сесть. Но он привез и отдал роллы мне. Я ему 200 рублей лишних дала. Пять монат, получается. И он даже эти деньги не брал, прикиньте. Он говорит, вы знаете, мне по пути здесь было. Так посмотрела на него. Я думаю, блин, какой добрый человек. Я бы на его месте украла бы роллы. Этот человек мне бы позвонил, сказал, извините, я у вас в машине оставил роллы. Я бы сказала, какие роллы? Я не видела никаких ролл. Подавай в суд. Заводи уголовное дело. Ролл ты больше не увидишь. Это моя судьба. Я бы сделала так. Ситуация такая, знаете, вроде мелочь, но настолько приятно. У меня прям, знаете, два дня было обалденное настроение из-за того, что вот этот вот человек так с душой мне несколько раз звонил. привез. Когда он позвонил, я как бы не стала настаивать. Я говорю, значит, это была ваша судьба. Приятного аппетита. Кушайте. Он сказал, что нет, я все равно таксист, я туда-сюда часто еду, и, возможно, сегодня я буду и в вашей части города. Привез, отдал. Мужчина был, наверное, пожилой. Наверное, пожилой, я, конечно же, сразу вознаграждение, хоть и небольшое. 200 рублей, понятное дело, что небольшое вознаграждение, но все же. Роллы тоже сет был небольшой. А вы знаете, у нас такая ситуация была, мы когда в Саратове жили, у нас был большой частный дом и был на улице деревенский туалет. Я хочу макнуть сюда, но я боюсь, потому что здесь очень острый соус. Я такое не люблю. В общем, у нас был деревенский туалет, и фишка заключалась в том, что иногда какие-то мимо проходящие люди заходили в наш этот туалет, потому что туалет находился далеко от нашего дома. И забора, по-моему, не было на тот период. Однажды мой папа заметил в туалете пакет. замотанный скотчем. Папа, естественно, взял этот пакет, принес домой. Мало ли что, может, какая-то бомба или еще что-то. Открыли пакет и просто офигели. Там было столько денег. Это были доллара. Папа тогда сказал, что на эти деньги можно купить две большие квартиры. Столько денег. Как можно такие деньги забыть? Я просто не понимаю, как в туалете можно такие деньги забыть. И вы знаете, папа ждал всегда. Мой отец учил нас и меня, и брата, что нельзя брать грешные деньги. Эти деньги все равно от тебя уйдут. Ты чем-то заболеешь, что-то произойдет. Если деньги грешные, то они счастья точно тебе не принесут. И мы были в состоянии ожидания, что, естественно, кто-то придет и заберет эти деньги. Потом, где-то через два дня пришел мужик. и говорит, вы не видели здесь деньги? Я, видимо, вас в туалете оставил пакет с деньгами. И вы прикиньте, папа даже не спросил, какого цвета был пакет, а в каком туалете, а где, а что, а как, чтобы уточнить, действительно ли его деньги. папа сразу вытащил, отдал ему эти деньги, и он просто даже 10 рублей не дал. Даже 10 рублей за то, что вот так вот твою находку тебе отдали. Вот что бы он сделал, если бы, например, папа сказал бы, я не видел этих денег, иди разбирайся, где оставил, я откуда знаю. Например, просто я считаю, что людей, которые реально возвращают что-то реально доброе, нужно как-то вознаграждать, чтобы они продолжали в этом же духе. Просто как-то немножко обидно стало, что хотя бы какую-то шоколадку, не знаю. Он сказал спасибо, взял свой пакет и пошел. Но все равно папа всегда говорил и сейчас говорит, никогда счастья вы от этих денег, от чужих не получите. Я однажды в парк-бульваре нашла телефон, на него позвонили, я сразу же отдала этот телефон. И ничуть не жалею. Не из-за того, что эти телефоны сейчас легко найти, а просто чужого не надо. Вот многие меня обвиняют, что я не делаю намаз. возможно, где-то как-то откровенно одеваюсь. Но вы знаете, я считаю, я добрый, хороший человек. Я никогда никого не подставляю. Например, никогда в жизни никого не убивала. Там, не знаю, помогаю животным, делаю что-то хорошее. Я считаю, что и этого достаточно, чтобы быть хорошим человеком и хорошим на счету у Бога. Подкармливаю на улице животных. Один спиногрыз у меня дома. Никогда ничего чужого не возьму. Мама у меня не работает на полном обеспечении моем. Папушка тоже свою пенсию себе собирает. То есть а делаю я там намаз? Не делаю. Мне кажется, это мое личное дело, когда пишут в комментариях, ты будешь гореть в аду. То есть это неправильно. Вы отвечаете за свои грехи, я отвечаю за свои. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. Пока.